Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский. Виктор Николаевич, я вас приветствую. Я вас тоже приветствую. Нерюнгри является центром Южной Якутии, который достаточно динамично развивается. Тому способствует создание территории опережающего развития. Активно внедряются инвестиционные проекты. Скажите, в связи с этим отмечается ли снижение оттока населения из района? Ведь раньше район испытывал какие-то трудности. Сейчас как настроение у жителей? Настроение у жителей в связи с организацией территории опережающего развития улучшилось. Во-первых, действительно, в прошлые годы отток населения оставлял 3-2 тысяч человек. Сейчас, разница в этом году, мы планируем, что она притормозилась, причем значительно. И она будет вставлять где-то, правда, минус еще, может быть, человек 400 относительно тех лет. Мы понимаем, что сегодня уезжают в любом случае ветераны производства, те, кто приехал строить Южно-Якутский территориально-производственный комплекс, те, кто приезжал строить Байкало-Мурскую магистраль. Ну и, конечно же, едут молодые люди после окончания школы учиться в высшее учебное заведение всей нашей необъятной России. Территория опережающего развития, она дала очень хороший импульс развитию вот именно нашему южному направлению, значит, Нерюнгринскому. Почему? Да потому, что сегодня начали очень здорово работать вот в этом направлении, вкладывать инвестиции, значит, крупные промышленные компании, например, компания Колбар, да, это два ГОКа мощных. Инвестиции будут составлять порядка 28, наверное, там 29, а может 30 миллиардов рублей только по компании Колбар. Там создание рабочих мест серьезное, там до, наверное, 3,5-4, а то и 5 тысяч человек будет работать вот на новых производствах. Это такой хороший импульс, который, значит, позволяет развиваться. И нашей Южной Якутии, соответственно, нашей всей республики. Почему? Потому что, ну, будем говорить, рабочие руки потребуются высококвалифицированной, и у нас сегодня и в республике есть такие молодые люди, которые хотели бы к нам приехать, значит, для работы на хороших промышленных предприятиях, имеющих хорошую заработную плату, имеющих, ну, хорошее образование и так далее. Поэтому вот здесь огромный-огромный плюс. Ну, вот Вы сказали о компании Колмар. Известно, что эта компания является якорным резидентом ТОР Южной Якутии и экспортно-ориентированным. Скажите, пожалуйста, когда начнутся отгрузки угля в стороны АТР с Денисовского и Нагринского боков? Вот компания-то уже работает сегодня. Компания работает, и она добывает уголь, обогащает уголь уже на обогатительной фабрике, и этот уголь уже идет и на внутренний рынок, и, конечно же, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания, чем она сегодня сильна? То, что она не останавливается на достигнутом, она идет вперед. Одна из фабрик на Денисовском гоке будет уже работать весной следующего года. Причем объем переработки угля будет составлять 6 миллионов тонн. На Инаглии, на Инаглинском месторождении заложена фабрика, которая в ближайшем будущем будет построена, и она будет уже перерабатывать 12 миллионов тонн угля. То есть ближайшая перспектива, значит, на ближайшие 2-3-5 лет, она очень существенно оправляет на добычу угля в Неверингринском районе. Скажите, пожалуйста, вот в рамках ТОР Южной Якутии, да, помимо угледобывающей промышленности, какие еще будут расставлены приоритеты, и как будут, допустим, развиваться смежные направления, в частности, развитие малого и среднего бизнеса? Когда приходит большой бизнес, когда он развивается, конечно же, необходимо создать условия для работы малого бизнеса. Ну, здесь все очень просто считается. На одного работника промышленно-производственного персонала, который будет работать на шахтах и разрезах, значит, необходимо до 7 человек, обслуживающих персонала. Нужны люди, которые будут обеспечивать сервисное обслуживание техники, ремонтное обслуживание, нужны специалисты в области медицины, здравообразования, культуры и так далее. То есть, как только появляется, мне говорят, работник на шахтах, вот именно промышленно-производственного персонала, соответственно же, и потянется за собой этот малый бизнес, который будет помогать большому бизнесу в его работе. И этот процесс необратим. И в территорию опережающего развития, там же тоже сейчас входят уже малые предприятия, которые будут обеспечивать вот именно и ремонт техники, которые будут обеспечивать производство взрывных работ на территории опережающего развития, в частности, на компании «Колмар». Это будут, конечно же, и те предприятия, которые будут кормить шахтеров, обеспечивать им комфортную работу, потому что нужно и постирать специальную одежду, нужно подготовить шахтера для того, чтобы он шел на работу спокоен, потому что у него все абсолютно есть и в быту, и на производстве. Вот Вы говорите о том, что будут созданы более трех тысяч рабочих мест, и вот нужны будут различные кадры. Скажите, пожалуйста, предпочтение кому? Кто же там будет работать? Ну, во-первых, это горники. Это шахтеры, которые пойдут в шахту, это горники, которые будут работать на открытых горных работах, и обогатители, которые будут обогащать уголь. Плюс ремонтники, это ремонтный персонал, плюс, значит, нужны, конечно, квалифицированные инженерные кадры, ведь любой процессом производства нужно управлять, управлять. И здесь вот очень важно, нам нужно, важно то, что мы должны подготовить за это время рабочих высокой квалификации, вот по этим специальностям, как обогатитель, значит, горно-рабочий, водитель автомобиля, машинист-бульдозер, машинист-экскаватор, взрывник и так далее. И нам нужны инженерные кадры, кадры, которые будут руководить и технологическими процессами и работой под землей, в шахтах и на поверхности. И действительно, здесь вот дача, будем говорить, и конкурентоспособность выпускников, значит, наших и вузов, и наших колледжей, она, конечно же, потребует очень высокой качественной подготовки специалистов. Скажите, пожалуйста, какие компании изъявляют желание стать резидентами ТОР, и по каким критериям производится отбор? Вы знаете, отбор производится, в общем-то, все просто. Для того, чтобы стать резидентом ТОРа, нужно вложить определенный капитал, капитал, частный капитал в организацию предприятия. Это первое, да. Значит, второе – создание рабочих мест, рабочих мест. И обязательно эти рабочие места должны быть чистыми. Ну, как мы говорим, есть же, значит, предприятия, которые там, ну, платят серую заработную плату там в конвертах и так далее. Это все должно быть чисто, это должно быть вот все на букве закона, закона Российской Федерации. Когда есть чистое предприятие, оно работает, когда в этом предприятии работают люди, они получают заработную плату правильную, они отчисляют налоги правильные, и они отчисляют во все бюджеты, в том числе и вне бюджета, и плюс, ну, примерно такая вещь, как пенсионный фонд, да, чтобы не получилось так, что молодой человек приехал, отработал у нас в Тории, а потом сказал, е-мое, а где же моя, значит, пенсия, потому что там, ну, есть такие предприятия, где не совсем правильно это дело велось. Здесь, вот, в Тории, это должно быть четко, красиво и на букве закона. Вот это очень важная вещь. Кстати говоря, вот о налогах, какой объем налогов в этом году район получил от крупных компаний, и на каком уровне оценивается объем добычи угля в районе? Ну, если говорить о объеме добытого угля, то мы планируем, что в этом году в районе будет добыто свыше 17 миллионов тонн, миллионов тонн угля. Это чуть больше будет, чем в прошлом году, чуть больше, чем в прошлом году. И, я думаю, тенденция по увеличению добычи угля, она будет, конечно, расти. Я думаю, что мы через пару лет перешагнем 20 миллионов добычи угля в год, и потом пойдем на 30 миллионов и так далее. Так как промышленные предприятия будут добывать больше угля, промышленное производство растет, то, конечно же, и налоговые поступления в бюджет района, в бюджет республики, я думаю, он будет только расти. В этом году налоговое поступление от наших предприятий выше, чем в прошлом году, на 5,6%. Это очень хороший показатель. И, знаете, вот этот показатель, мы на него смотрим с оптимизмом, с хорошим оптимизмом, потому что, когда бюджет района будет пополняться, он будет расти. Конечно же, мы больше решим вопросов наших, ну, те вопросы, которые волнуют наших жителей, жителей и поселков, и города Неринга, и всего района. И, конечно же, мы сможем существенно облегчить жизнь всем, живущим на нашей территории и работающим тоже. Недавно в группе компании «Меч» в Нерингре произошли кадровые перестановки. Скажите, пожалуйста, в связи с этим будет ли как-то изменено взаимодействие с компанией? Что изменится? Я думаю, что ничего не изменится. Потому что мы, ну, во-первых, сразу же, как только приехал новый управляющий директор в Якутуголь, значит, Игорь Валерьевич Хафизов, значит, пришел ко мне вместе с новым управляющим, и мы обговорили все наши движения, ну, по взаимодействию по социальной сфере, там, у нас же очень хорошо налажено одно из таких давно забытых, да, дел, это когда наши бюджетные предприятия, школы, детские сады, заключили уже договоры о социальном партнерстве с промышленными предприятиями. Ну, и я попросил нового управляющего директора Якутугля, чтобы он эту традицию не нарушал, а помогал нашим школам, детским садам, помогал нашей культуре и так далее, ну, во всех вопросах взаимодействия, где мы находим вот эти точки. И я думаю, изменений практически никаких не будет, а будет только, наверное, прогресс во всех этих делах. Благодарю вас за беседу, и напоминаю нашим телезрителям, у нас в гостях был глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский. Оставайтесь на нашем канале, мы всегда с вами обсудим самые актуальные темы. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин